Ребята, если вы хотите выиграть аккаунт, выиграть гемы или деньги, или купить аккаунт, я вам настоятельно рекомендую свой сайт. У меня здесь магазин аккаунтов, можно выбрать, купить любой аккаунт, скриншоты, здесь все предоставлено. На обе платформы подходят аккаунты, также есть раздел сундучки, здесь можно открывать сундуки, здесь несколько видов, значит можно выиграть аккаунт, можно выиграть гемы и можно выиграть деньги. Чем дешевле сундук, тем меньше шанс, естественно, выигрыша. И подробную инструкцию, как открывать сундуки, ссылку на видео я оставлю в описании. Также по любым вопросам по сайту писать моему администратору, ссылку на него также я оставлю в описании. И очередная новая, но только в этот раз очень топовая колода. Влад, с нами, кстати, сейчас в скайпе Кот Наркот, поздоровайся с зрителями. Всем здорова. Также, ребят, скоро будет два ролика с сопровождением Кота, который сейчас в скайпе. Он записал для моего канала два ролика, потому что у меня нет времени сейчас записать каждый день видео, и он мне поможет. Поэтому не критикуйте сильно, у него нет опыта постоянно комментировать, все быстро и сложно. Он там заснял, он реально сделал ошибку, заснял свою колоду, хорошую, которую я просил показать, новую, заснял на 3300 кубках. Я уже просто предвидел эти комментарии, которые, блин, да с такой прокачкой на 3300, ну, в общем, ребят, не сильно критикуйте, потому что он сделал ошибку, но ролики будут, как по мне, интересные. В общем, поддержите там его лайками, в комментариях тоже. Вот, и вот, кстати, что касается колод, ребята, колода, она авторская, то есть мы ее скопировали, но ее, да, но ее переначали немного. То есть эта колода переименована, не переименована, немножко измененная с трема мушкетерами. Тут в этой колоде еще был дровосек и три миньончика. Вместо них взяли армию скелет, ой, таран и банду гоблинов, правильно я понял? Нет, армию скелета все же. А, таран был, да? Нет, было как раз таки банда гоблинов. А, банда гоблинов была, ты взял армию скелета, ведь таран, да? В общем, ребят, дека очень крутая, даже я с ней сделал 12-2. Досмотрите ролик до конца, я в конце открою еще сундук на своем аккаунте. В общем, сейчас расскажу, как этой с колодой играть, позадаю вопросы. Ну, этой декой сыграет, ребят, мне кажется, абсолютно любой, с ней реально легко играть, и это очередная крутая дека. И я так и не договорил свою мысль, помнишь деку с арбалетом? Ей же никто не играл с декой с арбалетом до того, как не составил ты колоду, и пока я не показал ее. Ну, и реально, ее начали использовать многие, и некоторые, я не буду просто назвать имен, не отрицают того, что не взяли эту деку у нас. Ну, потом, естественно, ее переначали немного. Я вангую, что с этой колодой, вот с 3 мушкетерами именно, сейчас будет абсолютно каждый играть. Вот я вам это вангую. Эта дека подойдет и для больших испытаний, и для глобальных сражений. Ну, естественно, если для глобала брать, то чтобы у вас прокачка соответствовала, ну, чтобы, ну, в общем, для каждой арены, конечно, своя прокачка должна быть. Ну что, ребят, мы сейчас посмотрим повторы, поговорим про колоду. Итак, давайте сейчас сразу к повторам перейдем, посмотрим, значит, первый повтор посмотрим против кладбища, потом посмотрим против Хога и 3 мушкетера, а потом посмотрим против такой же колоды Голем и 3 мушкетера, оригинальной только, неизмененной. Ну, давай посмотрим сейчас, вот, против кладбища. Ну что, как всегда, по стандарту вопросы плюсы-минусы, ну, а потом расскажем, как играть с этой колодой, что контрить, как контрить, кому она проигрывает, кого выигрывает. Давай начнем с плюсов и минусов, ну, это просто самый любимый мой вопрос. Плюсы этой колоды, Влад, поехали. Плюсы, ну, во-первых, там очень много комбо, ну, комбо-атак, то есть, это может быть, там Таран плюс мухи, это может быть Голем плюс мушкетерши, ну, вообще-то много на самом деле. Ну, она, хорошо, да ладно, да, меня просто, я извиняюсь, еще раз, меня постоянно в комментариях обвиняют в том, что я вечно перебиваю собеседников, пожалуйста, рассказывай. Так вот, да, сборщик, там постоянно копит эликсера, это очень хорошо, можно на изи вывести эликсир свой в плюс. Потом же, ну, если много у тебя эликсира, то ты можешь на изи любую тейку контрить. Просто, ну, мушкетерши, там, может, там, артуку, что-то еще. Я согласен. Смотрите, еще такая тема в этой колоде, что иногда даже просто нужно пропускать урон и не волноваться. Я вот просто, я играю этой тоже колодой, вот вчера только начал, и я вам скажу честно, я потерял одну вышку, потерял полторы вышки, в конце просто трешку сделал. И это не случайность, это постоянно так, эта колода просто камбэк нереально делает. Хорошо, минусы расскажи сразу давай, про минусы поговорим, потом расскажем, как что-то. Ну да, стоимость этой деки 5 эликсира, да. Слишком дорого. Слишком дорого. Теперь давай про самые, ну, я просто не знаю, я безуматая колода, если я про големов с прошлой декой тебе много задавал вопросов, потому что у меня, ну, я до сих пор и не умею играть. И про арбалет, то про эту деку я уже сам много чего знаю, я сам вот, я потом открою сундук у себя на аккаунте, сам неплохо с ней играй. Она хорош, эта колода. Да, ну давай расскажем все-таки, что ее контрит и как с ней играть. Что эту деку контрит? Контрит, скорее всего, это палач плюс торнадо, ну, такое. Есть такая дека, что типа вышибала палач и торнадо. Да, да, это кладбище. Ну, мне вот кажется, хотя ты не согласен со мной, что дешевая дека с арбалетом тоже как бы контрит. Ну, я вроде арбалет, ну, казалось бы, поставил голема, арбалет согрелся сразу на цель, да, и он не дамажит вышку. Но если у него дешевая колода, он будет прокручивать постоянно и будет инферно. Не, ну, прокручу не будет, а ты таран кидаешь на арбалет, ну, потом кидаешься. Инферно, инферно. Ну, значит, либо ничья будет, либо ничья будет, либо... Да, ничья, скорее всего. Вот, хорошо. Ну, а против всех остальных колод просто реально изич, ребята. Хога, бочку, зеркало, голем тоже. Адская гонча. Адская гонча вообще разрывает. Просто, понимаете, сейчас адская гонча реально очень популярная такая колода. И ее используют в больших испытаниях очень часто. Эта дека просто ее в пух и прах разносит. Никакого шанса не оставляет. И настолько легко играть. И я вам еще раз повторяю, сыграет с ней абсолютно каждый, если... Ну, хоть немножко, немножко соображать, ну, как играть в испытаниях. Ну, даже я, если я сделал 12 побед, значит, я ориентируюсь на то, что и другие смогут сыграть. Потому что есть деки, которыми реально сложно играть, а есть деки, которыми, ну, выбрасывай и тащи. Так, сейчас я переключу повтор и продолжим дальше комментировать эту деку. Ну, давайте посмотрим повтор против трех мушкетеров и хога, а потом посмотрим такую же колоду, только оригинальную, как он ее выиграл. Так, хорошо. Давай расскажем суть игры этой колоды. Смотрите, я просто от себя сейчас скажу, а потом ты добавишь. Потому что я хочу тоже рассказать, как я это так понимаю. В начале игры, если у вас, ребята, допустим, нету сборщика, всегда вот ступор и голема, да, не знаешь, что выбрасывать. Если у вас есть таран, всегда бросайте таран на лоха, вот слева, справа, не важно. Не подбрасывайте бревно, просто бросайте, смотрите, какую карту он выбрасывает. Если армию скелетов, ну, конечно, не советую контрить. И ждать сборщика эликсира. Ставите сборщик, ну, а потом уже смотрите по эликсиру противника, дефаете, ставите голема. А там уже от ситуации смотрите, где выбрасывать трех мушкетеров. Ну, более подробно, Влад, ты расскажи, на разных ситуациях как делать. Потому что ты мне рассказывал, ты мне научил этой колоды. Хотя только вчера начал, и уже эту колоду очень хорошо понимаю. Когда там... У тебя много тонкостей, то есть надо ждать хотя бы минут до двух, или минута тридцать, чтобы было до конца. И тогда ставишь голема, сзади, то есть ты подкидываешь, смотришь вообще по этим, по, что там его называют? По эликсиру? По спылам, по спылам. А, по спылам? Да, да, да. Да, потому что надо знать, какие спылы у противника. Да. А если, то есть, там молния, то можно на изи поставить мушкетер и подкинуть таран. То есть таран впитает в себя всю молнию. Ни одного мушкетера просто не заденет. А также против инферно там стоит арба мух. Можно сзади даже подкидывать за големом этих мух. Если голем подходит к мостику, мух желательно посередине выбрасывать. Да. Посередине, чтобы согрелась инферно именно на мух. Да, и в большинстве случаев заходит. Ну и также, серьезно, такой, ну, такой концепт этой колоды, что ты можешь вначале реально пропускать, а в конце, ну, противник не сможет тебя задехать. Просто не сможет. Удвойный эликсир даст о себе знать. И ты будешь и банду гоблинов, и таран, и, ну, конечно, все подряд. А смотреть, потратил там, допустим, следить за эликсиром, следить за спылами, потратил стрелы фаербол, все. Воспользуйся моментом выброси орду миньона. Воспользуйся моментом потратил бревно армии скелетов. У тебя банда гоблинов, армии скелетов, у тебя есть карты, которыми ты разводишь на фаербол. То есть, точнее, на спылы. Тремо мушкетерами, допустим, на фаербол, да, подбрасываешь орду миньонов. Запили бревно на армию скелетов, подбрасываешь банду гоблинов. То есть, ну, блин, инг колода реально интересная. Вот еще. Также я хочу сейчас добавить комбо. Сейчас, секунду, я скажу. И последний повтор, ребят, это против трех мушкетеров оригинальной колоды, которая, ну, реально все скопировали, все используют. Код ее переначал, и вот давайте, смотрите, как он ее выиграет, а ты давай рассказывай, что ты хочешь сказать про этот фаербол. Так вот, можно собирать много комбо атак, то есть, ну, голема вообще не затрагивает, потому что по нему можно все что угодно подкидывать, ну, кроме армии скелетов, понятное дело. Так вот, самое частое я использую это таран плюс ордомуху. Ну, вообще, когда тяжело это законтрить. Я тоже, да. Потом можно мушкетершев раскидывать на две стороны, то есть, чтобы на одну спайшли две мушкетерши, на другую одна. Когда идет, то есть, там можно чередовать. Слушай, ну, я тебя перебью, но мне кажется, это все равно не та колода с мушкетерами, которая, да, шахтер, рыцарь. Таран, таран и этот, и мушкетер, что ты сделаешь? Ну, сложно будет, на самом деле. Тем более, у тебя еще банда гоблинов есть. Знаешь, спорный вопрос, мне кажется. Эта колода именно нужно сзади бросать трех мушкетеров. Не бояться фаербола, бревна, если их убьют. Сразу подкидываешь орду миньонов. Именно, мне кажется, посыл деки именно такой. Ну, да, есть разные ситуации. Не буду спорить, игра ситуативная. Нужно в разных ситуациях поступать по-разному. Ну, в большей части, вот, вот видите, да, сейчас противник выбросил за големом. Трех мушкетеров, всех трех абсолютно. А справа, смотрите, банду гоблинов. И, то есть, нужно распыляться. И трех мушкетеров контрить, и то, и голем идет, в общем. И, кстати, мне очень интересно, как же ты здесь выиграешь. Потому что вначале ты пока пропустил сейчас голема. И что же ты сделаешь? Сейчас посмотрим и будем дальше. Не, законтрил, законтрил, да. Хорошо, что ты... У меня был, значит, у меня была такая игра, точнее, когда я ни разу голема не вытянул. То есть, я догадывался, что у противника есть инферно, но я даже не проверял это ни разу. Просто выкидывал таран, там, что-то еще, и вот так дамажил по чуть-чуть. То есть, все подряд, да, выбрасывал и... Ну, почти что все подряд. Там у противника было, то есть, там, процесса, бочка, гоблинов, то и так далее. Вот этот мусор. Я решил эту колоду, ребят, вам показать, потому что, ну... С ней легко играть. Ну, согласись, Ват, если уровень сложности с этой игры, ой, с этой колодой, то, мне кажется, он небольшой, легко с ней играть, согласись. Ну, с ней, ребят, понимаете, я очень делаю много ошибок, вот эта колода для меня. Я просто часто то выброшу, то не там, то не... Ну, волнуюсь иногда, надо здесь быстро думать и все правильно выбрасывать. Если даже ошибку, допустишь, можно камбэк сделать капитальный. Поэтому эта колода для тех, кто ошибается часто, и, ну, блин, вот с хогом, да, согласись, с хогом, нужно реально колоду очень сильно понимать, и там ошибок делать нельзя. С этой колодой можно просто такой... Ну, и, конечно, можно подловить еще противника на ошибки, и тоже, ну, серьезно, трешки делать, я не знаю, как семки. Так, хорошо. Ну, что хочу сказать. Да, давай-ка. Поехать всего лишь одно или два испытания, или боев 10 где-то в глобале, и ты уже будешь понимать, вот реально, как гей играть. Всего лишь там, всего ничего. Либо просто за 10 гемов пойти в маленькие испытания, и там просто потестировать эту колоду. Ну, просто сейчас много с этой колоды кто играет. Посмотрите даже в ТВ-Рояле, там онлайн-атаки, точнее, онлайн-атаки-повторы посмотрите. Там, ну, много можно найти. Либо через Фейсбук добавляйтесь, друзья, и смотрите, когда я... Я часто этой колодой буду теперь играть. Ну, естественно, я вангую, что с этой колодой и вообще с 3-м мушкетерами сейчас будет очень много. Сейчас и так их, да, много этих бег. Ну, буквально спустя, ну, 5 дней, недельку максимум, и все. Все большие испытания. Если вот буквально недавно была популярна дека Лава Плюс Шар, то сейчас будет вот это. Ну, серьезно, ну, я не знаю. Ее контрит реально только палач-стонадо. Ну, гигант, вот эта колода контрит. Но все равно можно выигрывать. Где-то подловить и выиграть. Ну что, ребят? И мне кажется, что эту деку где-то сами игроки уже зафиксят. Где-то, ну, за недели две-полторы. Ну, потому что они уже будут подбирать специально под эту деку. Да, да, либо будут контр-колоду собирать. Ну что, ребят, теперь переходим к открытию сундука на 12.0 и потом еще на моем аккаунте откроем сундук. Так, что тебе, Влад, надо? Мне, то фиг знает, по легендарным я уже все собрал. То есть у меня уже две четвертые. Но мы не будем спойлерить, не будем спойлерить, что будет за видео. Поэтому давай, давай, ладно, открываем сундук. Буду комментировать. Голема, голема. Голема, хорошо. Так, гигант падает, сборщик падает, башня-бомбежка падает, гоблин с дротиками, королевский гигант, стрелы. Что за фигня? Пека, таран, так, ракета, валькирия, банда гоблинов. Нет, будет эпические карты. Так, ну, давай, вскрываем зеркал. Ребята, зеркало-то хорошо. Зеркало мы собираем, чтобы фаниться потом шестыми, или стоп, пятыми легендарками, да, можно будет зеркалить. Зеркало тоже круто. Ну что ж, ребят, давайте теперь перейдем на мой аккаунт. Итак, ребят, нахожусь на своем аккаунте. В общем, тут тоже пройдено испытание, но только здесь не 12-0, я не такой тащер, поэтому сейчас откроем сундук на моем аккаунте. Итак, 12-2, значит, что мне надо по картам? Мне надо командки такие, как орда миньонов, 3 миньона, мне надо ледяной колдун, бревно не помешает. Ну, в общем, что выпадет, то выпадет, но желательно, конечно, с этих командок. Итак, поехали. Боевой таран, окей, ледяной голем, гоблин с дротиками, поизон, огненный шар, ракета, мини-пека, адская башня, армия скелетов, тесла, 6 пека, и легендарка, по идее, должна быть, по идее, должна быть легендарка. О, 3 миньона. Так, легендарка будет 6, по-моему, или 10 эпических карт выпало, или 11. В общем, напишите в комментариях, ребята, если легендарка, то какая, если нет, то напишите, то напишите, не будет легендарки. А я вскрываю, и это легендарка, громовержец второй за сегодня. Мне сегодня выпал уже громовержец, по-моему, с кланового сундука, по-моему. Или откуда он мне выпал? Сегодня уже падал громовержец. С испытанием, мне громовержец сегодня уже падал. Просто лоу. Ну что, ребята, в общем, я вам показал повторы, показал колоду. Я уверен, что вам эта колода подойдет. Если нет, то я покажу еще какие-то онлайн-атаки, еще более подробно расскажу. Буду и стримить по ней, еще, возможно, ролики по глобалу запишу, потому что у меня еще твинг есть, я на нем играю. Возможно, там в глобале дойду до 11 арены, засниму тоже на видео. В общем, ребят, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что у меня много разных колод, скоро будет разных. Открытий сундуков, а также вы не пропустите видео, где будет озвучивать кот-наркот, там вы на славу повеселитесь. Ну, а на этом я буду, ребят, с вами прощаться. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и желаю вам удачи, удачных сражений, всего вам хорошего и до новых встреч. Всем пока.